Вы хотели поступить, я знаю, в мединститут. Почему в мединститут? Ну, мы растем, мы так или иначе задумываемся, куда и как мы будем там канализировать свою энергию, так сказать, свою взрослую жизнь. Канализировать. Вот. И в силу того, что вот эти люди в белых халатах, которые, да, вот это вот словосочетание было ругательным, хулительным в свое время, по-моему, это благородное название. Они меня окружали с детства. Дело в том, что я в три года перенес менингит. Это не самая веселая история, наверное. Об этом знают все. Как говорил наш старшина после менингита или умирают, или становятся дураками. Да. Он говорит, я выжил. Он говорил, да. Но, тем не менее, значит, вот эта беда со мной приключилась. И действительно, я это три года, но я это все равно прекрасно помню. Я помню эти первые свои шаги после этих двух пункций немыслимых. Помню людей в палате разных, взрослых, менее взрослых. И, честно скажу, да, они так или иначе все равно после всех этих историй понесли какие-то изъяны, скажем так, физического свойства, какие-то потери функций. А я части врачей, и, конечно, это вечный поклон нашим матерям. Мама выходила, да? Мама, нельзя двигаться после пункции, меня привязали к маме, и она три дня лежала вот так с привязанным ребенком. Вот. А потом, ну, из-за того, что люди делают добро, ну, выхаживают человека. Я им признателен, я вырос таким вот здоровым, крепким, в меру спортивным, и спортом потом активно занимался. И вот, понимая, что куда-то же мне надо что-то в этой жизни делать, я думал, что это вот самая великая вещь дарить людям жизнь. Продолжение следует...